Всё равно выгнать не сможешь. Скажи пока своему аккаунту. В смысле пока? Праздники ещё не закончились, и праздничные промокоды тоже продолжают выходить, поэтому заходи быстро на мой сайт и листай вниз. И бери рабочие промокоды как для компьютерной аватарии, так и для мобильной. Используй их, пока время их не истекло. Ну а также на этом сайте ты можешь заказать рекламу. Просто жми на кнопку «Заказать» и выбирай товары на свой вкус. Ссылка в описании. Всем салютик, с вами Павел Князич. И сегодня мы будем искать мошенника. Да, всего лишь одного мошенника, который задурил людям головы. Наверное, все знают про эту рыжуху с ником «Скажи пока». Только самый ленивый не снял про эту девку. Ну и этот ленивый счастливчик это я. Ура, в мобильной аватарии будут снимать хоть что-то кроме промокодов. На своем стриме мне тоже удалось побывать в квартире. Говорят, что некоторые игроки знакомы с этой «Скажите пока» и специально к ней отводят игроков. Меня туда отвел таинственный Егор. Разумеется, очень странно, когда тебя пугает взломщиком, а он оказывается очень дружелюбный. И к нему ходят в гости. Но что самое интересное, сейчас очень много фейков этой «Скажите пока». А я етит-переетит охочусь на подобную хрень не в первый раз. Поэтому давайте разберемся в этом гнилом муравейнике, приправленном пчелиным пометом. Ну люди уже прикалываются, и дрите-то и налево. Они уже не верят в эту хрень. Ну и мы тоже не верим, и идем проверять. О, привет. О, хорошо, сразу давай познакомь. Так это не, это Саски. Подожди, а вас двое тут? Подожди, Саски. Стоп, стоп. Стоп, подождите, вы что делаете? Не надо быть таким паникушным. Я хочу вот с ней поговорить. Тут их двое, одна Саски, другая «Скажи пока». Ну, наверное, ты заметил, что ники немного отличаются. Однако у меня есть пара вопросиков к ней. Псс, духи надо. Я их только что с прилавка скому не сделал. Ой, а это вслух говорю, что ли? Рыжие миледи, у меня к вам на самом деле вопрос есть. Стой! Вы в курсе, что пропало 50 человек? Вообще-то 200. О, а вы откуда знаете? Хороший вопрос. Вы не фильтруете информацию, которая поступает к вам в головушку? 200 человек исчезло в неизвестном направлении. Причем мне тоже неизвестный, хрен пойми откуда эта цифра. Я пошла. Иди. Ну я вернусь. В событиях, как я понял, эту рыжую охудру не найдешь. И поэтому мы шо делаем? Говорят, еще она у топов обитает. Где-то, наверное, у царства феи. Потому что в прошлый раз на стриме я заходил и пытался ее там дождаться. И вот она, еще одна рыжуха. Вот, 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 здравствуйте. Кажется, это то самое место, куда я должен был попасть. Потому что уже вроде как пишут, что кому-то, кого-то взломали. Но, как мы видим, это второй уровень. 162 комфорта. Она одна. И мы видим идишник. То есть это натуральный фейк. Ну то есть ты уже понимаешь, как вычислять фейка. Нужно смотреть в паспорт. А в паспорте, как я понял, должен быть нулевой комфорт, нулевой имидж. Ну или хоть что-нибудь нулевое. Ну и, наверное, даже уровень. Ну а также у нее не должно быть идишника, чтобы ее никто не вычислил. Или его. Хрен знает, какого пола это существо. Но мы должны ее найти. Или его. Ну, короче, вот это вот не кто. Должно нам как-то попасться. Но мы пока видим только фейки, и все. Ну и зайца, опять зайца. Ну и разврат. Тьфу, пошли отсюда. Это обычно обитает в топах. И поэтому мы будем рыскать именно по топам. Но опять никого нет, только драконы. Вот какую угодно нечисть находишь, но только не его. Может его подождать нужно? Я не знаю, везде кругом одни фейки. Я не знаю. Просто никого не... Ты кто? О-ой! А ты что, мужик что ли? Подожди. А как же девка? Я девку искал. Это не тебя. Ну давай вместе потанцуем. Почему бы нет? Оп. Давай, давай. Двигай телом, отдыхай. Чего тебе, друг сердечный? Ты заблудился? Тебе помочь? Скажи пока. Ну... Привет? Нет. Скажи пока. А я Павел. Очень приятно. Дурак. Чего ты обзываешься? Сейчас вообще вышвырну тебя отсюда. Скажите пока. А, теперь официально обращаемся. Слушай, давай чаю попьем, а то ты совсем что-то потерялся, друг. Скажите пока. Пока все дома. Пока все дома. Пока все дома. Мы вас ждем. Ты тупой, говорят тебе. Скажи пока, значит говори. А хрен ли я должен делать то, что мне другие рыженькие дядищи говорят? С обдолбанными глазами. О! Я тебе тут поломаю все. Акия! Техника крадущегося бомжа. Да успокойся ты, мужик. И ты же мужик, да? Скажи пока. Прощай. Все, пошел нахрен. Ты с первого раза не понимаешь, да? Так. Не, не понимаю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А че хохочем? Ты думал, я не настоящий? Ну, не знаю. Так ты не шоколадный? Я-то думал, ты как шоколадный Дед Мороз. Деда, зовут тебя Павел. О-о-о-о. Ядрить твои калоши. Как ты смог? Я все о тебе знаю. Как ты смог? Не скажу. Как ты смог запомнить, как меня зовут? Ведь я это сказал несколько минут назад, а ты запомнил мое имя. Охренеть. О-о-о-о. Придурок. На историка учишься? У тебя хорошая память. Спасибо. В смысле, как ты узнал, гнида? Не скажу. Придурок, я все знаю о тебе. Ну, значит, ты не все знаешь, ведь я красавчик. Придурок. Посмотри мой паспорт и убедись, с кем ты говоришь. С неграмотной рыжей истеричкой, которые запятые вставят не в состоянии в свои предложения. Я без удостоверения твоего знаю, с кем разговариваю. Ну, как хочешь. И у меня тут встал вопрос. И чё? И чё? И чё такого? Вот что ты мне бы хотел показать? Вот что? Ведь нет же нихрена, у тебя, ну, награды. Ну? Баранки гну и ем их с чаем. Чё? Ты слепой. Ты мне в хрен не вдулась, что там у тебя в паспорте? Ха-ха-ха. Ну, давай-давай. Всё равно выгнать не сможешь. Вот тогда я проживаю. Ладно, я к тебе. Ты не против, я твою квартиру на себя перепишу? Ох, я тебе нахреначу сейчас, подожди. О, где у тебя тут пусто? У тебя же есть комфорт. И что ты хочешь сказать? У тебя тут две комнаты целых. Охренеть. И обе пустые. Ну, это что, у тебя тут психушка? Ну, это что? Ну, как говорится, добро пожаловать в дурдом. Дом родной. И как бы... Ну, здравствуй. Э-э-э. Ты как? Как гнито. Да я хотел тебя тут ещё немного побаловаться. Блин. Ну, ладно, у тебя всё равно пусто. Не интересно так. А ты как меня нашёл? Подожди, я ж тебя не добавлял. А, стоп. Или добавлял. А, подожди. А, подожди. Так не было уже. А как ты? Да я не верю. Нет. Да невозможно. Невозможно, чтобы он просто вот так вот взял и добавил позже. Это либо баг, или... Ага, я тебя уничтожу. Нет, конопатый, я веду это шоу. Иди картошку копай. Скажи пока. Иди картошку копай. Рыжий-рыжий, конопатый. Убил дедушку лопатый. Ай, ты что делаешь? Подожди, а я тоже драться могу. Нет, подожди, вот мой ещё этот приём крадущегося бомжа. Ещё второй раз на тебе использую. Работает ведь, работает. Ну, чего меня не... Глагол с мягким знаком на конце шипящих. Я твой репетитор по русскому языку. Нахрена мне тебя выгонять? ЕГЭ не сдашь, Ирод Рыжий. Ты не понял, я тебя взломал уже. Алло! Все твои данные выкрал. Ответы из сборников спёр. Я твои, твои данные украл и всё. Ахахаха. Допрыгался, козёл. Козла в зеркале увидишь. Да я только тебя там и вижу, урод. А мы шо, близнецы? Ахахаха. Скажи пока своему аккаунту. Куда, куда, стой. Подожди, что, что? В смысле пока? Какой пока? О, о. О. Всё нормально. Всё, всё, всё нормально. Что? Какого хрена этот говнёк меня напугал? Стоп, подожди. Не, а он здесь ещё нет? У меня ещё комната есть. Так. Так, его нет. Его тут нет. Его нигде нет. Подожди. Что это сейчас было? А мне кажется, это, капсда. Но зато весело. Хе-хе-хе-хе. А, так подожди. Он же у меня в неприятелях есть. Подожди, подожди, подожди. Стой, 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 стой. Он меня не удалил? Нет. Он есть. Он же у меня есть. Он меня добавлял вроде, нет? Стой, 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 стой. Голубчик, вот он. Хе-хе-хе-хе-хе. Ха-ха-ха-ха. Что, опять ко мне? Ха-ха-ха. Зачем? Ты всё-таки решил чаю со мной попить, да? А? Ха-ха-ха-ха. Наливай. Уэлет. Ну, то есть он у тебя тоже был? Да. Теперь скажи, пошёл нахрен. Ха-ха-ха-ха. Ну, всё, давай. Вали отсюда. Вали. Я сказал, пошёл нахрен. Чё, вернулся? Ну. Хо-хо-хо-хо-хо. Нифига себе. Неужели ушёл? Офигеть. Нет, я от греха подальше уж его удалю. Подожди. Скажи пока. Да-да-да, до свидания. Глаза мои, чтоб тебя не видели. Что я вообще думаю по всей этой ситуации? Ну, и дрить-то и налево. Скорее всего, это очередной флешмоб читеров, которые решили немножечко поднять кипиш. На самом деле, спасибо им огромное, а то без них действительно было очень скучно. А с ними так сейчас стало интересно. Но тут встаёт вопрос, действительно ли взламывали игроков? Возможно, они самим взломщику отдали свои данные. Но вот мы выяснили, что уже взломали 200 аккаунтов. А какие 200? Что это за игроки? Откуда эта цифра? Как-то что-то ничего непонятно из этого. И вот это меня смущает, что конкретно ничего не ясно. Есть какая-то абстрактная цифра, есть скрыны с пустыми комнатами, с рыжухой, с нулевым уровнем и нулевым комфортом без идишника. Но так это же читеры. Я уже снимал с подобными игроками отдельные видео, и ничего в этом страшного не вижу. Тем более, скоро вернутся админы из новогоднего настроения, протрут свои иллюминаторы и займутся этим немедленно. Ну а ты давай не паникуй, никому не сообщай свои данные, и подпишись на мой канал, нажми на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мой бункер Князича ВКонтакте тоже подписывайся, ссылка в описании. Поставь лайк этому видео, поделись ему себя на странице, и не забудь оставить свой комментарий под этим роликом. Всем поки, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok